Кругов. Наши. Не могло оплачивать резиденцию в Канаде, поэтому посол снимал комнату в Казани, жаловался, что ему очень неудобно ездить на работу и целыми днями пил на кухне с постоянным представителем ООН в этой квартире. Тогда же будущий Ринго Стар приобрел первые навыки барабанщика. На дверях квартиры не было звонка, потому что все попытки жильцов сброситься на звонок неизменно заканчивались покупкой водки. Поэтому каждый из соседей придумал свой стук в дверь. И чтобы попасть, например, к себе в комнату, Ренат должен был постучать вот так. А в комнату к своему другу Бори Марлеву, впоследствии покойному королю Раги Бобби Марли. Вот так. В самом начале хрущевской оттепели Ренат откликнулся на предложение диссидентствующей соседки из двенадцатой комнаты Риты Течериной бежать из страны. Для этого они из АГВ, двух проржавевших тазиков и одного непроржавевшего тазика соорудили подводную лодку, назвали ее академик Андрей Сахаров и его жена Елена Боннер и спустили с пятого этажа в Волгу. Конструкция оказалась на редкость удачной. И всего через восемь лет Рита и Ренат оказались в Ливерпуле. Восторженные жители Ливерпуля в этот момент смотрели на стадионе матч Ливерпуль-Арсенал, поэтому пропустили это знаменательное событие, о чем впоследствии не жалели. Дальнейшая судьба Ринга Стара известна всему миру. Остается добавить, что путешествию на пожелтевших тазиках он посвятил одной из лучших песен Леннона и Маккартни «Еллу субмарин». А Рита Течерина стала премьер-министром Англии Маргарет Тетчер. Но свое прозвище «Железная леди» она получила не потому, что приплыла в Англию на ржавых железках, а потому, что приехала в Лондон из Ливерпуля по железной дороге. Редактор субтитров А.Семкин